Первого матча наша сборная пока проводила очень осторожно. Чтобы лететь вперед с первой секунды, такого не было ни разу. Ну и сейчас про этот матч можно сказать то же самое. И снова ломается клюшка у защитника на этот раз. О, Егор Коршков поймал вратаря, который начал было искать шайбу то у ближней штанги, то у дальней. Ну и произошло то, о чем любит говорить Александр Павлович Ховану, правда больше при розыгрыше лишнего. Что перечная передача меняет, как говорится, точку зрения и защитников, и вратаря. Сейчас вратарь должен был, и мы увидим, да, сэр? И одну штангу в виду иметь, и другую. На этом Коршков его и поймал. Ну и опять же, вратарь воныжен был перемещаться, но и Коршков очень нацелен на ворота. Был в данной ситуации Егор Коршков, у него 5 результативных передач за предыдущие 4 матча в составе сборной России. Это его первая заброшенная шайба на третьей минуте. Сайт Лаута, обрати внимание, я тут бросово не было. У нас играет Лаута вместе с Светлаковым и Капризовым. Небольшое перемещение в звеньях потом, попозже. Это опасная ситуация у нас от ворот. И сборная Дании сравнивает счет. Пока мы тут рассматривали наши изменения, защитник датской сборной Маркус Йенцин подключился, забрал шайбу. Пусть 9-й номер вас не обманывает. Нет, нападающий, это 13-й нападающий. И сравнял счет 1-1. Моменты, как мы говорили, у датчан были и в первом периоде. И здесь, опять же, в одной из атак сумели они довести шайбу до пятака. Опять в среднюю зону, опять в среднюю зону, даем спокойно раскопиться. Пролетели. Пролетели в среднюю зону, набросили на пятак. Причем там даже такой удачный, я скажу, отскок от тушки ворот. Шайба осталась на пятаке. И в такой ситуации Георгиев ее... Я думал, на самом деле, по эпизоду, что от Георгиева шайба отскочила на пятак. А он до нее так и не добрался. А Клюшко мог сыграть? Но чистых моментов, вот так, когда... Ах, там угол пустой, попал, не попал. Датчане нам не дают. Это значит, мы не играем пока на предельных скоростях. Вот тут чистый угол. И отыгрываться будем, да. Датская сборная выходит вперед. То, о чем говорил Валерий Прагин. Мы простоты этих Дании и Швейцарии уже наедет в угол. И снова наброс на ворота. И первым на отскоке игрок датской сборной. Десятый номер Томас Олсен. И как бы вот в этой ситуации, может быть, Георгиев и мог сыграть получше. То есть прямо выложил, выложил в направлении дальнего угла. Причем, опять же, снова наброс разворота. Я думаю, что и этот бросок, может быть, не совсем ожидал Александр Георгиев. Но и после заброшенной шайбы следовало ожидать, что датчане все свои возможности, скорее всего. Сейчас каждое вбрасывание становится главным. Бросают проворов по воротам. А опять Лиле в игре. Искать, искать возможности. Потому что доходит шайба до вратаря. Пока вроде как отскоков не так много. Но тем не менее, каждое выигранное вбрасывание бросок после этого – это возможность. То есть каждое выигранное вбрасывание доставка шайбы на петаль – это тоже возможность. Яргачев. Передача бросок. Гол! И опять Артур Лаута. Выигранное вбрасывание. Выигранное вбрасывание. И мы сравниваем все. И Артур Лаута. Говорю опять Артур Лаута, потому что с Чеховым, может, он не видел. Было так же тяжело. И тогда четвертое звено сравняло счет. И шайбу забросил Артур Лаута. Кстати, от мяча Раделев, Азлеев. Два вбрасывания подряд выиграл парень. В этой ситуации это очень непросто. Дергачев развернулся быстренько. И причем очень-очень здорово взаимодействовали крайний нападающий и центральный нападающий этого звена на вбрасывание. И Лаута двинулся. Лаута. Гол против Чехов. Результативная передача против финнов. Гол против Словак. И сегодня по третьем периоде. По копейке штука, но как все время вовремя. Вовремя. Очень-очень вовремя. Очень вовремя. Это получается четвертое набраное очко. Больше рискует, так сказать, нарываться на их неудовольствие. И сопернику дает передохнуть. Ой-ой-ой. Арбитр как раз не за нас сейчас сыграл. До какой степени. А шайба остается на нашем пятачке. Опасно. Бросок, гол. Ох ты. Но это от судьи началось. Судьи должны теперь записать результативную передачу. Но все равно мы обязательно полишайбу оттуда вынимали. Конечно, да. Безусловно. И опять же, эта атака датчан начиналась с оббрасывания в зоне датчан. Вот это вот самое неприятное в такой ситуации, что нашли возможность. Возможности, которой у датской команды в третьем периоде фактически не было. Однако, опять же, на пропущенную шайбу очень-очень неплохо среагировали. Но все равно у нас есть вариант. Потому что шайба-то наша. Наша еще, да. Да. И можно ее выбрасывать. И опять осталось какой-то панический. А тут уже не повезло. А здесь просто не повезло. Да, шайба попала и осталась. И Крестовца на ее добивает. У 28-го номера сборной Дании. И тот с неудобной руки все-таки сумел ее переправить в ворота сборной России. И снова выводит датчан вперед 5.24 на табло. В третьем периоде остается. У нас все чаще и чаще на лед выходит звено Фазлеева. Меняет плюшку Александр Дергачев. 5.24 достаточно времени. Но нам психологически это еще труднее. Да, чем было. Атаковали, 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 атаковали. Забили, забили. И тут же сразу получаем обратку. Ну вот сейчас, наверное, команда проверяет. Снова, да, нужно делать то же самое, да, что с таким трудом удовольствием сделать в этом периоде. Остается обломки, видимо, от клюшки, которую менял Александр Дергачев. Еще раз шайбу нам повторяют. Не получилось у Лаута, но там самый раздоровленный до добивания оказался Каменев. Давай посмотрим момент еще раз вместе с тобой, да. У кого тут что получилось? Это самое начало. Там до момента-то еще времени сколько получается? Минута 29 было. Забросили 44 секунды. С пустыми воротами забросили. Ну здесь Лаута, да, в одно касание бросок не получается. Тоже-то, понимаешь, она бабочкой пошла. Но, как бы там ни было, капитан нашей сборной счет сравнял. 3-3. Иван Проворов, передача на Артура Лауту. Ну и, собственно говоря, выпускали Лаута под бросок. Да, на сторону ворот. Сам того, конечно, не желаем, но прошла она мимо. Проворов. Позлеев, Проворов. Передача. Камень, гол. Гол. 5-0-0 на табло. 5 минут длился этот овертайм. Сборная России. Загнав нас всех уже, наверное, в прединфарктное состояние, все-таки выходит полуфина. Владислав Каменев. Владислав Каменев. Иван Раньше в Канаде все-таки не был таким лидером команды. Сейчас он капитан. Он сравнял на последние минуты и забил овертайм. У тебя есть варианты лучшего игрока нашей команды, нет? Ну, я бы на самом деле и Проворова отметил. То есть это большой вопрос, потому что в обеих шайбах Каменева, та, которая сравняла счет, и та, которая стала победной, непосредственное участие принял и этот защитник, создавая моменты для своих партнеров. У него нет еще заброшенных шайб на этом чемпионате мира. Но он один из самых определяющих игроков для сборной России в данном случае. Давай посмотрим еще раз. Это шайба, которая выводит нас. Но с большим перевесом мы играли. И тут, конечно, классический вариант. Опас на Проворова. Какой был хороший. А от Радели Фазлеева. Сколько он угрозований сегодня выигрывал. Но это чистая шайба. Мы этих шайб ждали весь матч. Мы ждали, что так мы и будем забивать, особенно после гола Коршкова. Ну что, датчане, вам спасибо, на самом деле. Вам спасибо. Вы отобрали у нас массу, наверное, нервной энергии. Но 10-1 было бы неинтересно, правда? Ну и на самом деле очень тяжелый матч получился. Это первый только матч игрового дня. Оставайтесь-ка вы с нами, уважаемые телезрители. Мы обещаем, что что-то подобное мы вам сегодня... Ну как мы. Они, молодые хоккеисты, 20-летние, вам сегодня устроят. И вот тут Лассан ломает клюшку. А все же было рядом. 44 секунды отделяется.